Девчонки, проклинайте меня, плюйте в экран, или наоборот, благодарите за то, что я вам сегодня дам возможность потренировать силу воли. Всем привет, с вами я, Дмитрий Фреско, вы смотрите кулинарную пропаганду. Вот это сладкая хала, самый, наверное, вкусный десертный хлеб из тех, которые мне доводилось печь. Попробуйте приготовить, он того стоит. Рецепт я выцепил лет 10, наверное, уже назад из книги замечательной Клодии Роден. Приготовление, конечно, потребует времени, но технически совсем несложно. Итак, мне понадобится мука пшеничная, масло растительное, яйца, соль, вода, сахар, не обязательно коричневый, и дрожжи, не обязательно свежие, можно и сухие использовать. Поехали! Начинается все с активации дрожжей. Кладу их в теплую воду. И добавляю сахар. Половины столовой ложки будет достаточно. Размешивать не надо. Оставлю в духовке с лампочкой, чтобы она воздух там грела на час. Подождем. Продолжаем процесс. Теперь надо просто смешать все. Для начала разболтать яйца вместе с активированными дрожжами. Добавить сахар, добавить соль, масло. Размешать. И теперь муку сюда. И вымесить тесто руками минут 10-15. В кухонном комбайне минут 6-7 займет. Таким, как у меня, на второй скорости. Хорошо. Вымесить очень важно. Что у вас лишнее время не отнимать. Когда закончится вымешиваться, я полотенцем накрою и беру опять в духовку под лампочку на 3 часа. 2-3 часа. Каждые 50 минут нужно будет тесто обминать. 50 минут прошло. Смотрите, что с тестом. Обминаю. В комбайне минуты хватит, но максимум 2. Руками 2-3. Сейчас дрожжи поработали, сахар поели. Соответственно, заполнили все тесто углекислым газом. И сами в этом газу задыхаются. Обминка убирает из теста углекислый газ и позволяет насыть ее в какой-то степени кислородом из воздуха. Поэтому, если руками обминаете, то растягивайте его и складывайте. Как бы напихивайте этот самый воздух в тесто. При достаточном количестве кислорода дрожжи, поедая сахар, выделяют в 3 раза больше газа. И при этом, что очень важно, сами по себе размножаются. То есть, КПД у них в 3 раза возрастает. Все, отправляю на второй подъем еще на 50 минут. Еще 50 минут прошло. Вторая обминка. Опять та же самая процедура. В комбайне минуты хватит. Ну, максимум 2. Руками 2-3. Вот так. Если у вас, по случаю зимы, в квартире воздух сухой, то можно в духовке рядом с дежурью ложку с водой поставить. Чтобы поверхность теста не пересыхала. Ну, сейчас закончится вымешиваться. Опять оправлю духовку и подожду еще 50 минут. Время третьей обминки. Но в этот раз я в тесто добавляю изюм. Я его полчаса назад залил кипятком, а 10 минут назад отбросил на дуршлаг. Изюм вообще не обязателен, конечно. А вообще, если хотите получить халу еще более сладкую, то во время первого замеса теста можно добавить мед. Не больше четверти стакана, а какого-нибудь легкого, цветочного. Ни в коем случае не гречишного. Когда я говорю стакан, я имею в виду мерный стакан. 250 миллилитров объем. То есть меду нужно добавлять четверть от такого стакана. То есть чуть-чуть больше 60 миллилитров. Так, что у нас там? Все смешалось. Можно заниматься формовкой. Из этого количества теста у меня выйдет одна большая хала. В принципе, можно разделить на две части и сделать две средних. Разделю на три части. Это косы будут. С лесами-то оно попроще. А теперь надо сплести косу. У меня, правда, опыт в этом деле отсутствует практически. Сам никогда кос не плел. Вернее, плел, но только вот из теста. А счастливые отцы, матери, дочек тут, конечно, могут показать себя во всей своей красе. Сфарбованную халу нужно выложить на противень. Я использую бумагу для выпечки. Ну, а теперь накрываю сначала сухим полотенцем, а затем слегка увлажненным. У нас зима, воздух суховат. И если не накрывать увлажненным полотенцем, то поверхность изделия за время растойки пересохнет. Образуется такая плотненькая корочка. Это будет негативно сказываться на подъеме изделия. Теперь важный этап. Растойка. Не торопитесь. Минимум час за время обминки и за время формования халы я весь газ из нее выдавил. Поэтому дрожжам нужно дать время. Вот этот самый час для того, чтобы они опять подняли тесто. Чтобы ваше изделие, ваша булка была очень воздушной, пушистой. Не торопитесь. Подождите. Приближаемся. К завершающему этапу. Смотрите, какая красота. Теперь надо смазать поверхность разболтанным яйцом. Если хотите цвет потемнее получить, то маленькую щепотку сахара в желток можно добавить. Вот так. Ну и как вишенка на торте, немного присыплю маком. Впрочем, если не любите, можно присыпать кунжутным семенем или вообще не посыпать. Отправляю в духовку. Она пока холодная, потому что хала большого размера и выпекаться будет ощутимо дольше получаса. На дно плесну воды. Температура 180 градусов. Сейчас духовка начнет медленно нагреваться, вода будет испаряться. В духовке будет влажный воздух, и поэтому корочка не сразу начнет образовываться на хале. Поэтому вовнутрь теплота успеет пройти до того, как эта корочка появится. И, соответственно, начнет мешать подъему изделия. Впрочем, если вы будете из вот этого теста, которое я вам сегодня показал, готовить маленькие булочки, то заморачиваться с вот этим вот холодной духовкой смысла нет. Можно сразу горячую отправлять, но увлажнять все равно стоит. Будем ждать. И готова хала будет так-так, да, внешний вид ее вам скажет, что да, пора ее есть. Когда она зарумянится, в общем. И вот свершилось. Она готова и даже успела уже немного остыть. Вообще свежие птички всегда нужно давать время на остывание. Тогда лишняя влага из теста успевает уйти, и мякиш становится более воздушным. Давайте снимать пробу. Допустим, я посередке здесь разрежу. Вот так. Мягкая. Остыло, но недостаточно. Видите, немножечко все-таки лезвие ножа тянет за собой мякиш. Ой, запах. Так. Красотень. Вот этот темный цвет мякиша, это потому что сахар я использовал коричневый. Коричневый не обязательно использовать, но если у нас есть, попробуйте именно его. Но только важно, чтобы он был не просто коричневый, а вот именно с ароматом патоки. У нас здесь далеко не каждый такой. Пахнет волшебно. Я, конечно, больше люблю не разрезать халу, а отламывать по вот этим вот складкам. В эту халу я мед не добавлял, поэтому не очень легкая сладость. Она есть, она присутствует, она отчетливая, но она очень легкая, не такая, какая медовая. Она дает себя знать однозначно. Изюм, корочка слегка похрустывает. Просто какое-то чудо. С горячим чаем. А если еще и намазать такой бутер маслицем, остановиться нереально. Поэтому я так редко ее и готовлю. Девчонки, извините. Старайтесь, готовьте и не ешьте. Это будет хорошая тренировка силы воли. Огромное спасибо вам за компанию. Всем спасибо, кто ставит лайки, дизлайки и отдельное огромное спасибо тем, кто делает репосты. Естественно, благодарность Самуре за предоставленные ножи, за спонсорскую поддержку. И напоминаю, что по коду фреска вы можете получить скидку на сайте Самура, если вы только соберетесь приобретать ножи. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...